Салам алейкум, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггеря, а вот это реакция на третью серию сериала Саке. Давайте смотреть, недавно вышло на канале у них, у меня проблемы. Интересный интерес, я надеюсь уже история двинется дальше и нам покажут уже развитие, что с ним произошло и так далее. То есть вы готовы подтвердить все факты преступления вашего шефа Саят Саматовича? Знакомый из зала? Я готова быть свидетелем. Я лично, собственными глазами видела, как эта гнида принимала от посетителей деньги в конвертах. И мало того, он меня заставлял в этих операциях крутиться. И вот сколько я его не уговаривала, он все равно в этой грязи оставался, все равно шел против закона. И он меня всегда называл простой, тупой, некрасивой секретаршей. Чего тебя ничего не подогнали что ли? Как он вообще что, он меня уволит и чтобы я вообще свой нос никуда не сувала. А ты что, не тупая что ли? Ты разделась... Что такое? Я сейчас не знаю, что это такое. Что такое, что я уже говорила? Встречи мои, что ли? Как это можно что ли? Наглые-то подвленье. Что за скатление таких бездонных. Слушай, ну что ли мы вообще? Как за такой девушке говорили без предет? Да, finally. Пишина. Итак, на основании статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан о превышении власти или должностных полномочий, а также статьи 366, часть 4, получение взятки в особо крупном размере, постановляю следующую меру наказания для гражданина Умарова Саята Сабатовича лишение свободы сроком на 10 лет в колоде общего режима. Саят Сабатовича! Ты нахрен отсюда, сука! Гнида, тварь! Сама, что, нормально? Пошла вода, я тебе говорю! Ладно, давай! Сука, это сон, оказывается! Гнида, тварь! Ух! Сон, сон! Что это, сон был все? Фух! Фух! Фух, блядь, сон! Фух, блядь! Хотя нет, ну за ним следят, но просто не пришли к нам. О, блядь! Сон, все, все! Успокойся, успокойся! На крупной взятке попался Аким города на кадрах оперативного видео в момент задержания чиновника. Свыше одного миллиона тенге он получил от предпринимателя... Я здесь тоже хер, не помню. Фух, Влад успокойся. Фух, все, все, все! Режим! Не решим, а он просто в него. Так, ладно, промотаем... Чего сидишь, говорю? Пойдем. Я тебе еще раз повторяю. Аким не авторитет. Я здесь главный. Ой, здравствуйте. Давай, давай, давай. Завтра, завтра, завтра. Что он делал? Дверь закрывай. Все нормально, шеф, да? Если было все нормально, придурок, я тебя в туалет не звал бы. Рот свой закрой и слушай внимательно. Понятно? Во-первых, наше движение, тендер, мендер, я не знаю, все, что мы мутим, в кабинете не говорить. Понял? По телефону тем более. Второе, мой лангкрузер, в аул пусть водитель заберет. Понял? У себя стоим. Коттедж мой в горах, который, тоже, я не знаю, пусть в аренду сдаст, вещи пусть увезет куда-то. Ясно? Запомнил? Третьих, эту лязать, сучку, увольте, чувствую, она мне сдаст когда-нибудь. Понятно? Понятно. Все, работай. Ни с кем не разговаривать, движение не мутить, машину отвезти, дом в аренду и это... Да, 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 да. Еще раз, шеф, вы слеза там серьезно, да, хотите уволить? Просто секретаршу год искали. Ладно, слеза перегнул, все, остафем, позови мне ее сюда, хорошо? И это, не духолись этими духами, у тебя хуже, чем в туалете вонять. Все, все, шеф, отдуши. Давай, давай, отдуши, придурок, давай, быстрее, быстрее. Подойди чуть-чуть, у нас совещание, шеф-сер. Быстро, быстро, быстро. Света Мальчева звали? Да. Ага. Ты что делаешь, дура, я по делу? Ой, привычка. Привычка, слушай меня внимательно, идешь сейчас ко мне в кабинет, все картины, балас, ковер, я не знаю, телевизор, весь этот пафос нахрен убирать, теперь мы живем скромно. С сегодняшнего дня, понятно? Потом смузи, кофе, я не знаю, что там, фреши, приносишь, тоже не приносить, ясно? Да. Чай, вода, больше ни хрена, никого не впускать, понятно? Особенно кто с конвертами, главное, не брать конверты, ясно? Да. А какие конверты? Вот так и тупи, слава богу, я взял тупую секретарь. Вообще-то вы меня не брали, мне Нурхан взял. Это тоже забудь, никаких Нурханов, Мурханов, понятно? А Мурхан, да? Ёп, твою мать, это я просто говорю. Ага. Ясно? Да. Мур, давай, давай, работай, работай, господи, почему мне только тупых отправляют? Здрасте, шеф. Здрасте, шеф. Сау, господи. А, у нас было срочное совещание, заходите. Вот это совещание, я понимаю. Калик. Кайфы ловит, есть же. У него паника жесткая. Мам, здравствуй. Он говорит мне, ни с кем не общаться по телефону. И это движение, время приостановить. Машину в аул отправил. Коротик, клюнул он. А я ему уже говорил, что он легко купится. Таких людей, как он, легко подкупить. Ну, в смысле, обмануть. Ну, что тогда-то, Время? Это самые главные курсы во всех его движениях. И нет-нет, ему жуть нагоняйся, чтобы вообще не расслаблялся. Хорошо? А чем здесь, как? Слушайте, мы вообще правильно поступаем, как считаете? Конечно, правильно, Роман. Он же вообще здесь пределить начал, бля. По телефону открыто общается по своим откатам, то в кабинете бабки начал считать. Родной, так не получится. Мы как-никак за своего нашего брата беспокоимся, да? Ты сейчас искренне говоришь? Что, не похоже, что ли? Конечно, искренне. Иди, вы подумайте, если его реально прижмут. Все же хера к нам всем нашим движениям, все встанет. Потом нового зама Кима района поставят. А он за своей новой командой, а нас просто скинут. И капец нашим всем тендерам. Все нормально? Да, прав. Я всегда прав, Анна. Из-за этого я за него переживаю очень. Слушай, даже если не КНБ, а Ким города узнает про то, что наш Сая коррупционер, он его сразу уберет и другого поставит. Сая? Какая Сая? Сая Цаматович. Вот поэтому пускай и думает, что за ним сидит контора. Пускай хоть чуть поработает, но благо народа, как никакой же слуга народа. Да? Конечно. Ну, ребята, вы представьте, если он станет замок Кима в какой-нибудь городе или области. Там же такие возможности, там же такие дела можно мутить. Вот поэтому нам выгодно, чтобы этот мудак-козел, блядь, ровно двигался. А если он людей подгонит? Я думал, вряд ли кто-нибудь хочет помочь ему. С Кэмбэ шутки плохи. Тем более с республиканскими. Ай, пак. А я думал, мы реально по-дружески помогаем, чисто по-братски. Не, по-братски только по-братски, конечно. Ну, хоть и последний гнида, но я когда с ним по тендерам общаюсь, Коча, блядь, колбота вернусь, да? Все нормально? А что, как говорится, хочешь жить, умей вертеться? Набирш? Малышно. Ты же на дети. Короче, бизнес, да? Only business. Амр, а амр это что? Амр это жизнь. Секе, можно? А? Ты кто, нафиг? Как, я от Хайрике. Ну, помните, друг ваш? Ну, насчет садика. Вы сказали еще с Доврённым переговорить. Какой нахрен, Хайрике, какой нахрен Доврённый, не понял я тебе? Я не так бы по Шайринам переехал. Сына надо в детский садик встретить. Да помню, помню. А, ну-ну-ну, что надо? И вот, я переговорил. Ты что, больной что ли? Возьми этот конверт и засунь её в себе в жопу, понял? В жопу, говорю, засунь и пошёл нахрен нахрен. Понял? Вставай в очередь официально. По закону всё должно быть. И своими вот этими братанами или кто-то передать. Пошли им тоже в жопу. Я не такой коррупционер, как они, понял? Понял вы тебя? Лиза! Лиза! Сокей, я вас обидел. Лиза! Да? Почему посторонних пускаешь? Какого нахрен крена? Давай, бери его нахрен. Я сейчас охрану вызову, идите. Да, давай быстрей. Просто заходим же. Я выгнала. Да твою мать, ну что ты делаешь, а? Ты мужик или баба, отцу? Скажи, ты же баба вроде. Ну, не ж, не, открывай, ну, натуре. В пещере родилась, что ли? Извините. Извините, ты отсюда, нафиг? Спокойно открывай. Да, хорошо. Ох, блядь. Ох, сдохну я скоро-то. Что-то делать надо. Надо, что-то делать надо. Вот это вот, вот. Шарас Сакенович, родной, дорогой. Как у вас дела? Ас-саламу алейкум. О, совет, проходи. Прямо? Э, вот. Проблема какая-то случилась? Нет, ну, что сразу проблема? Это же от души, от сердца, так сказать, понимаете? Хм, просто ты ко мне раньше с Вискарем никогда не приходил? Шарас Сакенович, просто в прошлый раз на день рождения, честно скажу, я вам должного внимания не уделял. Поэтому вот решил, так сказать, замазаться. И вот от всего сердца такой маленький подарочек. Ну, ты же знаешь, что при наших с тобой должностях каждый вот такой подарок считается взяткой? Шарас Сакенович, это разве взятка? Это же Виски. Как коньяк, ой, для суставов, расширяет суставы. Поэтому это, так сказать, это для лечения, только для лечения. Ай, вы, Акиматовский, блин, умеете вот так вот красиво так преподнести, хотя это далеко не так, да? Женство. Что там? Что там? Слышь, ты только, да, я говорю, все хорошо, все нормально. Ну, это маленькая проблема, есть маленькая там. Говорят, КМБ под меня копает. Ха-ха-ха-ха. Басей, я же говорю, ты просто так ничего не делаешь. Я же понимаю, что, где я очень-таки миссинг, вы проблемы в логике, ай, та веренда, давай. Откуда информация? Там родные, близкие подсказали, что говорят, вот прям слушают, говорят меня, представляете? Меня слушают. Ну, пускай слушают. Ты же честно вроде работал. Конечно, я. Народ не обманывал, да? Да, я. Я тем более всем твоим коллегам, Акимам, пример тебя ставил. Рахмет, Рахмет. Я, Жара Сакенович, ну, вы же меня знаете, я же без всяких там движений, у меня все чисто, все вот по закону, с народом прям, я вот алга, так сказать. Ну, просто бывают такие моменты, ну, вы же понимаете, когда сверху звонят, просят, ну, вы же знаете. Короче, незаконное движение мутило, да? Ну, как незаконное, все законно было, по документации все было законно, честное слово, я вам клянусь. Саят, если раз за тебя республиканские взялись, то как бы ты сейчас не замазывался, все это всплывет, понимаешь, да? Ну, поэтому я к вам же пришел, Жара Сакенович. Ну, вы же у нас прям авторитет на ваш, как он. Вы же всегда мне говорили, я за тебя ход в огонь и в воду. Ну, они в тюрьму же, Саят. Понимаешь, это КНВ, и тебе тут никто не поможет. Если хочешь, совет тебе дам, спроси у своего коллеги бывшего, Акима Акбулак Скороэн. Почему бывший, а где он? Потому что... В тюрьме. И знаешь, что я тебе скажу? Если ты нечестно работал, то придется за все это отвечать. И Даши Цунгзин, Кургал Тармэн, нам Минат Махаврос поможет этот человек. Жара Сакенович, блин, Рахмед, от души честное слово, спасибо вам большое. Я же знал, это кто, на ком уровне общаться? Депутат, министр, кто это? Это адвокат. Позвони ему. Он может тебя и от тюрьмы не отмажет, но срок поможет скостить. И знаешь, больше ко мне можешь не приходить. Я с коррумпированными чиновниками связи не имею. Потому что, ну, виски не дал, да? Если... Суму. Ясно. Понятно. То есть, вы мне предлагаете просто адвоката, да? Хорошо? Я вас понял. Хорошо, что понял. У меня семья. Ничего личного. Конечно, я вас понимаю. Адвокат. Кстати, хотел сказать, что это виски от всей души было. Это не тот виски, который любят госслужащие переподари от души было. Так, для информации. Ничего личного. Переживу как-нибудь. Рано двигаться начал. Хорошие виски. Лично сам для вас покупал. Рахмет. Что это? Вы счастливы? Знаешь, это стойка из косули. Подождите, разве косуля не в красной книге? Что поделаешь? Запретный плод всегда сладок. Это для вас она красная книга. А для меня лишь простой ужин. Ну что? Ну что? Рассказывай. Что там у тебя, Соке? Проблемы у меня, Раке. Что? Жагдай сложный, Раке. Конторы, говорят, за мной следить. Фигня же это. Что давай, а вот что? Ну как фигня, Раке. Там конторские, говорят, республиканские. Да не бойся ты, Соке. Ты же мой родной. Я тебя в обиду не дам. У меня там вот такие связи. А мне похуй. Кем бы он ни был, прокурорский он, конторский он, любой уровень осилил. Понял меня? Серьезно, да, Раке? Давай. Прям, честное слово, успокоили сразу. А тут даже аппетита, видите, нету, блин. Блин, я всегда всем говорю, спасибо Богу, что вы вообще в моей жизни появились, Раке. Я в этой стране любую проблему могу решить. Ну, кроме Арельского моря, конечно, там ничем не поможешь. Спокойно, Людмила. Ахмед, Сизге. Я прям переживал, как узнал, чуть не обосрался, честное слово. Переживай, Депсишет. Можно в уборную выру, да, прям. Ну да, срочно. На линточку. Комитет национальной безопасности. Вы, Раван Айдосович. Вот он, это он, это он. Ну все тогда, стойте тут, не мешайте задержанию. Раван Айдосович, пройдемте с нами. А в чем собственное дело? Вы обвиняетесь по статье 366, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Получение взятки в особо крупном размере. Да ты гнида. Скручивайте. Ты хоть знаешь, че я родственник? Скручивайте. Ты че, подмутали что ли? Да я выйду отсюда, кончу вас все. Сокре, ты не бойся. Я выйду и помогу тебе. Раке, вы, вы. Вы сначала себе помогите, Раке. Ёб твою заново, не выходи. Да. Все варики, короче, обламываются. О, родной. Как ты, брат? Все хорошо у тебя? Слушай, родной, разговор есть по деду. Да, срочно. Все, родной, давай, давай, давай. Сейчас по деду. Светлана Матыш, я вот спросить хотела у вас, этот, эээ... Ну, ёб твою мать, ну, не надо резко так. Ну, спокойно же можно зайти, правильно? Угу. Ну, ультвитен был восемь, ультвитен. Я скоро сдохну от страха. Просто спокойно. Чего надо? Я забыла. Блин. Вот вспомнишь потом, только не резко, спокойно. Угу. Давай. Извините. Что там было? Я красавчик. Да, брат, я за него до конца пойду. У них все подделано, все документы, отчеты, статистика, бизнес-план, чего хотят. И все, блядь. Это точно хочу понять за нас. Какие высокие должности мы не занимали бы. Сколько денег у нас не было. С таким баром? Во, Саки, родной, дорогой. Только Басталвата, родной, дорогой. Проходи. Саварин, здравствуй. Друзья, сразу вас познакомлю с моим самым близким, родным, родной мой человек, Санат Самадзвич. Санат Самадзвич. Саки, это вот Таир, таки, работает в дому. Кредит, не придет все движения через него. А это вот наш Бека, работает в министерстве. Кстати, Кандаед министерство, брат? Да, брат, какие названия, фамилии, имена? Давай, мы же все скромные люди. Просто он скромный, а так, просто он трезвый еще, а так, шваса, квадро, еще, ооо. А это вот у нас, Мадина. Красивая. Работает начальница отделения Казмная Газа. Ну, ничего себе. Это Динарочка, начальница Казатым Пром. Нифига себе. Я шучу, я шучу. Возвесел, путан колор выбран. Жан, не путаны, девушки легкого поведения. Ооо, это отменяет. Конечно, вы сможете принцесса Ларво. Просто чуть-чуть патна. Брат, замешать я вам не буду. Можно тебе, просто на одну минуту, сейчас, в парилку, а ну, ладно? А что, брат, ай-то, здесь все родные, вы сможете? Нет, там вот с министерства какого-то непонятного сидит. Жан, мы же тоже родные. Фу, Жан, конечно, родные, только в той комнате. А в этой вы твои родные. Пойдем в парилку. Так что, пара будем дарить. Ах, 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 давай. Где таких нашел? Короче, ангуми, гулаевой. За мной контора следит. Что за контор? У нас контор много не бывает, ТМБ. Алматы, что ли? Республиканский, говорят, на хвост сели. Республика, это серьезно. Дакия, помнишь? Тоже Акимом Равеном сидел. Закрыли? Рату, что ли? Да, а ты че? Может, я путаю, конечно. Куда только не звонили. Министры, депутаты, никто не помог. Республиканскому КНБ все пофиг. Алла, джигатер, мне пора. Надо это, сына с тренировки забрать. Водителем барыми, что ему не скажешь? Брат, это уж сын, надо уж самого, самого воспитывать, забирать. Попали с кем? У меня тоже семья же. Это какая семья? Созвони всему. Все понятно. Вот они родные, близкие. Зианд, мы тоже поехали. А вы куда? У нас пара 8 утра. Пока. Ну давайте. Я тоже ехал, да? У меня семья, бала шага, брат. Я не могу рисковать, брат. Есть что, на связи, да? Так вот, да. и нет никого рядом. Кто может быть? Мы никого и не знаем. Но к своим он мог бы обратиться, наверное. Комитет национальной безопасности, капитан Аспанов. Умаров Саяц Аматович, вы подозреваете злоупотребление властью в подписании эффективных актов строительства. Вот это он. Умаров Саяц. Покучил. Я давно хотел взять. Стой, стой. Если хочешь посмотреть следующую серию, то переходи по ссылке в описании. Че, блин? Я вообще... Че? Я на него и не думал. Подожди, это же который вот последний уходил? Семья, папа. Пару Саяц Аматович. Вы подозрите. Ах ты, блин. Ну что, неплохая, в принципе, серия. Началась с его сна, как его, типа, судят и так далее. И, ну, где-то ближе к концу уже мне стало понятно то, что, скорее всего, это сон. И очень печально. Ну, то есть, с одной стороны, я думал, то, что ну, нам покажут то, что все это реально там произошло, а в итоге оказалось, что это был все сон. Вот. И в итоге нам начали показывать, как он решает проблемы. Зачем я вам все пересказываю? Ну, так, че? в принципе, мне было понятно уже то, что он сейчас будет решать как-то проблему, что-то делать, предпринимать, искать каких-то друзей, кто ему поможет и так далее. Уже все это было ожидаемо. Забавный момент был в туалете. Очень долгий разговор за столом, то, что он все-таки нужный человек. И, с одной стороны, это все тоже понятно, но, типа, за людьми, даже, к примеру, за президентом стоят люди, которые, ну, говорят, что, как сделать. Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но нет, скорее всего, так и есть. Вот. Не важно, короче, за высокими людьми, да даже за известными исполнителями есть люди, которые следят, чтобы все было нормально. Скорее всего, так возможно. Не знаю. Вот. И все. И в дальнейшем мы просто смотрим, как все ему отказывают. Ни-то ему не помогает и так далее. Актер классно играет. Вообще, мне нравится, как он подает. Прямо, реально за него моментами переживаешь. Очень круто. Классный момент, когда он открывает дверь и вот молчание тупо и там эти КНБшники и он типа нет, нет, не я. Вот. Ну, забавные, забавные моменты. Очень красивая девушка. Я вообще ну, не первый раз уже залипаю. Я помню у Шоурина Кайрата он тоже с двух, по-моему, девушек. Я прям вообще балдел. Забыл уже даже, как их зовут. Но я подписан был на них в Инсте и смотрел постоянно их и так далее. одна была Бегемот Кэз вроде, а другая ЗЗЗ. Ну, не важно уже. Вот. Здесь тоже она симпатичная девушка. Может, она есть, конечно. Не знаю. В общем и целом серия неплохая, но капец, как меня шокировал этот чувак в конце. Вот теперь опять что... Ну, сейчас это уже реально получается. И вот сейчас буду ждать неделю или две, когда там они заливают серию на канал, чтобы узнать, что произошло-то в итоге дальше. Я не знаю, как вам реакция, как вам серия. Пишите в комментариях. Лучше пишите в комментариях, как вам серия. И там были моменты, где говорили на казахском. Я не все, конечно, понимал, но где-то просто логически чисто. Даже, типа, гомер, это жизнь. Но это все было понятно. Но где-то мне реально какие-то фразочки были непонятны. Так что, если вам не сложно, то напишите в комментариях. Вот. Все, по-моему, я сказал насчет сериала. Четвертую серию я посмотрю, когда она появится в YouTube. Так что увидимся, не знаю когда. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.